Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем. Остались в студии я и Марис Морканс. Наталья Михайлова. Я это. Я это Наталья Михайловна. С нами также звукорежиссер Евгений Копеин. Мы продолжаем наше утро программой «Личное утро». И сегодня у нас в гостях мастер по изготовлению гитар, предприниматель, музыкант Янис Кузьминский. Здравствуйте. Доброе утро. Он, кстати, к нам приехал из Латгалии. Он там живет. Специально на программу. В 4 часа человек встал. Ехал на машине, пробирался сквозь сугробы. Там тоже такая погода сейчас по дороге, да? То есть снег там был ужасный. Там вот от Резакной до Е копился. Вот откуда к нам снег идет в Ригу сейчас. У вас только дождик тут, я смотрю. Вот, вот, я и говорю. С утра мокрый снег был тоже. Но он доберется, да. Дубули – это где? Это Латгалия, это... Да, мы поняли, что это Латгалия, да. Это граница Резакненского края и Красловского края, получается. Это, в принципе, уникальное место тем, что это самое высокое населенное место в Латвии. В Латвии даже, да? В Латвии, да. Вот именно вот как вот тема, там самый высокий он в Латвии. И что оттуда видно? Все самое красивое. Красивая природа. То есть он расположен на какой-то возвышенности, да, вы имеете в виду? Да, да, да. А вообще вот этот поселок, поселок это Дубули, да? Поселок, поселок, да. Как он вообще сейчас живет? Вот мы слышим отсюда из Риги про Латгалию только то, что там все деградирует, в упадок приходит, ну и так далее. Уезжают люди, да, пустые квартиры. Как там живется? Вот вы же живете там, вы и ваша семья большая. Нам там мало сказать, что очень нравится, потому что мы долгое время пожили и отработали в Риге и поняли, что хочется что-то, ну, поближе к природе. То есть вы даже туда переехали, получается? Ну, мы там жили, у меня жена оттуда родом. Я-то сам родом из Москвы, заезжий. Еще из Москвы, отлично. И поработали, посмотрели, как это, ну, каждому свое. Мы такие немножко духом художники, и поэтому хочется так вот утром выйти, посмотреть на природу, послушать птичек с возвышенностью и знать, что тебя сегодня ждет хороший день, хорошая погода. Все равно там снег, дождь, ну, это здорово. Ну, а вообще, вот люди там есть еще, кроме вас? Есть, конечно, конечно. Мы живем не в самом поселке, мы живем на хуторе, но поселок буквально пару километров оттуда находится. Есть и поселки, есть место. Школа. Школа в Калнате, это 15 километров, школьный автобус идет до Дуболя и возит детей. Ну, а вы когда переехали как будто бы обратно туда, в Латгалию, ваши дочери не были против? Они возраста тинейджеровского такого. Когда мы переехали обратно в Латгалию, у нас была только одна первая дочка, и ей был только год. Жена ждала вторую дочку. Потом третью. Потом третью дочку, а теперь и сын. Как красиво. Да, очень красиво. Очень богатые люди были. Как у Льда Кучехова, три сестры, и там был брат еще Андрей. Да, я хотела напомнить телефон прямого эфира нашим радиослушателям. 672-12-939 и 672-13-939. Звоните, пожалуйста, у нас в гостях мастер по гитарам, изготовлению гитар. И я так понимаю, что вы там и сделали музей тоже, да, вместе с вашей мастерской. Из Дуболи, это Владгалия, Янис Кузьминский. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. И вот я хотела спросить еще по поводу, что там, как там живется. Вот там молодежь вообще есть или там вот исключительно вот ваша семья, она такая как единственная в своем роде приехала, а остальные все уже пожилые люди. Нет, 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 самое интересное то, что те, кто там родился, выучился, те уехали в Ригу, а на место них приехали другие, но тоже молодые семьи, и тоже и дети рождаются, и все происходит. А чем они там занимаются? Ну, я имею в виду, работают где? И на лесоразработки, там это вот, ну, больше, много лесов разрабатывается, и нужно вот и лес разрабатывать, и лес чистить, и в Резак наездивают на работу, ну, это где-то 40 километров получается. Ну, это, в принципе, не так-то много, потому что, ну, есть работа, работа есть всегда и везде, только… Было бы желание работать, да? Было бы желание работать, да. А вы сами сказали, что вы из Москвы, а вот в Москве вы чем занимались? Тоже тем же, чем сейчас? Родился и учился. Родился и учился, ясно. То есть, вы переехали в Латвию, получается, еще в таком молодом возрасте совсем? У меня все корни из Латвии, и мать из Латвии, отец был из Москвы, просто вот мать в молодости женилась, вышла же замуж. Замуж, да. Замуж вышла, да, и я там родился, и потом какое-то время решили переехать сюда, обратно. И в Ригу, да, сразу? Нет, нет, нет. В Латгалию сначала. Даже не в Латгалию. У меня бабушка из Эрглей, вот, так что вот я там каждое лето проводил, вот, а переехали потом просто в Москве квартиру продали, здесь купили домик родителей, и, кажется, переехали в Латгалию, и там… Вот как вот этот ваш гитарный путь начался? Он сразу как-то, вы занялись гитарами? Да, это идея музея. Или все-таки это такое? Нет, нет, это совсем нечаянно, потому что когда-то давным-давно, когда я был тоже еще 18-летний подросток, тогда мне хотелось играть на электрогитаре, я научился три блатных аккорда на акустической гитаре, и мне сразу там захотелось… Послушаю группу «Скорпионс», я думал, если у меня будет электрогитара, значит, я буду играть, как они, значит, я буду звучать так. Громко. Да, и захотелось, а не было невозможности, не было гитары, не было возможностей, денег тоже не было купить гитару, но я как-то так решил, дерево меня всегда как бы связывало. Я еще и выучился на радиоэлектронике в Москве. То есть звукосниматели надо купить и струны, да? Ну вот я так подумал, что это все простенько, сейчас и выстругу, и быстренько сделаю. Начал делать, в конце концов я понял, что я ее не доделаю, я ее в печке стопил, эту первую гитару. А какой формы была она? Ну как с ратокарстера. С ратокарстера, ну конечно же, с ратокарстера. Я как-то думал. Ну вот, потом как раз вот с Толером поехал работать в Ригу, мне предложили, тогда, как говорится, больше столярных наводок. Появилось. Появилось, да. Потом, когда уже вернулся обратно в Латгалью, я так подумал, нет, я все-таки сделаю себе гитару. И такой, как я хочу. И сделал. Следующая уже была такая, что мы даже самую первую песню с нашей группой записывали, той же гитарой. Она такая брутальная. Как группа наша называется? Гандрейш Де Сметника. Ну, латгальская. Мы музицируем в основном на латгальском. Ну это такой, какой репертуар? Просто мы поняли, что панк-рок. Даже, даже не знаю, как это объяснить. Там есть все. Там есть и панк, там есть и фолк, там и альтернатива. Ну, мы так не стараемся влезть в какую-то рамочку. Да, надевайте наушники. У нас есть звонки, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад слышать земляка. У меня жена Судзенкова районного с Пушмецова. И очень рад, что еще имеется в Латвии такие мастера золотые руки. Дай бог вам здоровья. И вы будете, если приезжать, Пушмецова. Знаю, знаю. Большое вам спасибо, что вы есть. К сожалению, жена умерла. Сейчас мне Янис, внук. Правнуки пошли. Адриан, Алексис. В Англии родилась. Правнучка Анастасия. А вам всего самого наилучшего. В Латвии живут мастера золотые руки. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Вот какой всенародный радиоболтком. Да, звоните, пожалуйста. 672-12-939 и 672-13-939. Мы говорим сегодня с Янисом Кузьминскисом, который изготавливает гитары. Очень красивые и совершенно уникальные. И вот в одну из них даже встроена бутылка шмаковки. Есть такое дело. Шмаковка. Ваша это гитара. Все знают, что такое шмаковка. Это латгальский самогон, да, Марис? Да, конечно. Кто это придумал встроить? Вы? Или кто-то подсказал идею? Нет, нет, нет. Очень красиво выглядит. Была такая идея сделать что-то такое неординарное. Во-первых, чтобы это как-то, может быть, гармонировало... Чтобы это был магнит. Чтобы это как гармонировало с нашим стилем выступления. И чтобы можно было показать клиенту, что можно и так. Да. А клиенту понравилось? Клиенту я. Клиент там. А, сами. Ну, вообще, когда показываете эту гитару. Да, 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 да. Очень, очень. Да, никто не заказывал после этого? Точно такое нет, потому что каждый хочет что-то индивидуальное в любом случае. Даже если там будет что-то похожее, то это будет в любом случае что-то другое. Там еще на этой гитаре паучок. Вот он, видишь? А, да. Паучок такой. Ну, а сколько вы уже сделали гитар? И, может быть, есть какая-то уже судьба какой-то из гитары, которая у других владельцев? И какое-то, может быть, сообщество таких вот мастеров самостоятельных? Вы представляете, какая у вас конкуренция? Там смотришь, придешь музыкально. Я дочери покупал гитару, и там есть все, и надо было смотреть, где она сделана. И все в Китае. Ну, очень много. Ну, конечно, с Китаем это нереально конкурировать, просто нужно что-то, и найти свою изюминку, и все будет хорошо. Как долго вы делаете гитару? Тоже зависит от сложности, от потребностей клиента, что он хочет видеть в этом инструменте. Ну, в среднем, получается, месяц на гитару уходит. Месяц, да? Да. А сколько вы уже сделали их? Вот Марис спросил, мы тут увлеклись. Около 70, так плюс-минус. 70? Да. Они где-то в Латвии все, или они разъехались по миру? Основная масса в Латвии, но есть и в Америке, в Сиэтле, есть и в Германии. А что это за клиенты в Америке? Кто увез? Или это ваши друзья? Нет. Это Дэвид Вайтлок такой, он приезжал сюда, как в Латвию, как Брюпрата и Гайс. Да, добра, волонтер. Да, да, да. Он английский язык преподавал здесь, как волонтер. И он узнал в американском посольстве, что можно посмотреть в Резекне, когда он туда поедет. Да. Ну вот, ему сказали, вот если тебя интересуют гитары, обязательно съезди и посмотри, там человек делает гитары, очень интересно. А так как он сам гитарист, играет в группе Эхо Ризон, и он сразу придумал, что ему нужно съездить. Приехал, посмотрел, улыбка до ушей, говорит, хочу, хочу. А что он заказал? Он выбрал или да, или какие-то пожелания? Нет, нет, он сделал как бы по своему вкусу, там это что-то от одной гитары, что-то от другой, как бы получается. Эскиз такой сразу набросали, да? Да, да, да. В принципе, любая гитара получается... С авторствием. Начинается, да, 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 потому что человек приходит, но в основном, если он хочет что-то, что-то уникальное, но у него какие-то идеи есть в голове, в любом случае. Да, а для левши, для правши есть? Да, есть, да, делаю вот Лерри Жан, группа Stagnant Project. Но они метал больше играют, как раз вот для левши. Ну вот ответьте мне, как вы, как человек, который музыкант, у которого шмаковка в гитаре, поучо, который делает эти гитары, относитесь к тому, когда разбивают гитару об колонку, об пол, как для вас? Или это такие гитары... Переворачивается душа? Да. Во время концерта? Я очень надеюсь, что мою гитару там никогда не будут разбивать об пол. А сами? Что сам? Сами не разбивали гитару? Нет, 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 нет. Только в печь. Это даже не гитара, это было как бы там... Начало. Неудачное начало, ну даже нельзя сказать, что неудачное, это было удачное начало, но начало, которое не получилось сразу. Первый блин комом. Да. У нас есть звонок, да? У меня есть звонок, пожалуйста, слушаем вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотел сначала болтком похвалить, но вы действительно молодцы, вы таких всегда интересных людей находите для бесед, слушать одно удовольствие. Спасибо за это. Вопрос такой к вашему гостю. Есть ли у него диск записанный с его музыкой, и пусть он, пожалуйста, еще раз повторит место, где его музей, потому что уже в преле я в музей кукол точно поеду, значит, я к нему тоже хочу заехать. Спасибо. Да. Спасибо за вопрос. У нас у вас, Латгалия, край музеев и частных музеев, и самостоятельных. Название группы, сайт... Название группы Гандрейш Десметника, ну это можно найти в Фейсбуке, можно найти. Диск еще официально не вышел, но сейчас есть записи, которые можно послушать и на Ютубе, и в Саундклод, и в том же самом Фейсбуке, на странице группы диск в процессе. Диск тоже будет уникальным тем, что он будет как бы сразу трилогия, тройной диск. У нас, пока мы не записывали свои песни, у нас набралось столько песен, что мы начали между собой очень спорить. Какие песни? Ну, я. Тех текстов всех. Я там, есть музыку, некоторый барабанщик еще у нас тоже уникальный музыкант, он еще музыку на некоторые песни писал. И диск будет как бы трилогия, сразу три диска, но вот мы их по частям будем весь в этом году. Это как-то по темам будет? Да, по темам, по темам. А о чем ваши песни? Ну, мы, конечно, послушаем, но где вы вот находите темы и какая у вас судьба создания? Те темы очень просто. Темы там же, как бы в деревне, это практически вся наша тема, которую мы не обсмеиваем, скажем, обговариваем в своих песнях, это «Дзиева лаукос», и именно то, что «Жизнь в селе», да, и именно то, о чем стараются не говорить, просто как будто у нас этого нету, ну, скажем так, так как было когда-то давно в Советском Союзе, говорят, у нас в стране секса нет. Да. Ну вот. А в деревне был? Был. Послушайте нашу песню. Вот. И музей находится, это Резек Несново, Каунадская Волость, Зелт Майес. Был в дублях, сейчас он перешел в это, ну, это буквально два километра там, где вот наш дом, там построил новую мастерскую побольше. И там вот находится все. Ну, если так заехать просто, ехать, заехать, там найдешь? Ну, нужно вам лично позвонить, да? Просто позвонить, да, да, да. Можно в том же самом Фейсбуке есть вот «Гитар Музейс», есть страница, да, 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 и там есть все контакты. Да, Фейсбук «Гитар Музейс». Ну, мы найдем в перерыве, наверное, сейчас вот как раз вам скажем, чтобы если те, кто, допустим, у кого нет аккаунта или не пользуется Фейсбуком, могли тоже сами записать этот телефон, сейчас перерыв небольшой на новости и рекламу. Янис Кузьминский, Сунас, музыкант, гитарных дел мастер, как мы определили, да, в студии. Не переключайтесь. Микс-ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио «Болткома» после 9 утра. Личное утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Личное утро. Ведут его сегодня Марис Морканс. И, как обычно, Наталья Михайловна. И звукорежиссер Евгений Копеин. С нами также вот сегодня в студии мастер по изготовлению гитар-предприниматель Янис Кузьминский. Создатель музея, гитарного музея. Создатель и директор, да? Директор вы тоже? И экскурсовод. И экскурсовод, и директор. А дочки помогают в вашем? Помогают, да. Что они делают? Ну, когда надо, встречают тех же самых туристов, потому что бывает, приезжает машина, машина просто два человека посмотреть, а бывает, что приезжает целый автобус. Да. Тоже. И тогда вот, когда вот был музей еще в более маленьком помещении, тогда даже если приезжает человек 50-60, тогда они просто сразу не вмещаются. И тогда как-то половину группы занимают. Они что-то вот рассказывают и показывают, и половину вот уже я. И тогда вот просто идет как бы круговорот. А часто приезжают такие большие экскурсии? Ну, не часто, потому что мы так сильно-сильно не рекламируем, что приезжайте к нам. Это просто как бы это... Кто-то передает вот так, да? Попутно, да. И только вот из Луц-Вуцкой. Это ж надо специально заехать туда, в те края, так получается. Это откуда туристы? Они едут именно вот на эту Лелайс-Лепу-Каунс. Ну, вот на эту вершину. Там сделали смотровую вышку. Да. И получается, что это вот смотровая площадка, публичная. Во-первых, деревянная это вышка самая большая в Латвии. Во-вторых, когда... Ну, конечно, там все самое лучшее. Да. Да-да-да. Сама гора это Лепу-Каунс, хоть она считается по высоте третья в Латвии, там вот рядом с Гайзнем, как еще. Но вышка самая большая, а смотровая площадка самая высокая. То есть самая высокая точка. Да, пока еще на Гайзне не построили, мне кажется, еще вышку новую. Да, там еще дарить пытаются город. Да, да-да-да. Мы тут тем, кто в музей хочет попасть, вот телефон запишите 29-252-998. Еще раз, 29-252-998. Это музей и гитар. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вам придется выключить радиоприемник, если вы хотите нас услышать. Не успели, да. К сожалению, да. Вот я могу только сказать, что если вы хотите услышать то, что вы в трубке, то как только дозваниваетесь, выключайте приемник, потому что иначе будет вот такое эхо. Да. А у нас в гостях Янис Кузьминский. Вот расскажите нам историю, пожалуйста, автографа Доминика Миллера, музыканта Стинга. Вот я знаю, что у вас есть на гитаре. Да. Такой автограф. Доминик Миллер приезжал с концертом несколько лет назад в Ригу и в Латгальске. Это посольство Горс. Ну, концертный зал. Мне, конечно, интересно было сходить на концерт уникального гитариста. И я пошел. И тогда, когда покупал билет, мне сказали, что будет мастер-класс Доминика Миллера. Ну, я так под именем мастер-класс подразумевал, что он будет показывать какие-то свои приемчики, игры, техники. Ну, я взял с собой гитару. Когда я пришел туда, казалось, я один пришел с гитарой. Ну, я взял свою сделанную гитару электро. И тогда, раз у меня гитара была, поговорили, как бы, он больше рассказывал о жизни, о том, сколько у него детей, ну, как говорится, сколько он в концертах концертирует по всему миру. И тогда я у него спросил, а может быть, он смог бы там поиграть, сказать какие-то мнения, ну, вообще о гитаре. Потому что я так прислушиваюсь к любому человеку, который поиграл. Ну, конечно, делаю свои выводы, но мне интересно знать мнение каждого. У каждого есть какие-то свои кныфини. Он поиграл, ему очень понравилось, он был даже так очень приятно удивлен, что что-то можно сделать такое хорошее. Своими руками. Своими руками, да. И, честно говоря, там в глубинке в какой-то. И тогда он, по моей просьбе, я говорю, ну, может быть, он там может автограф свой, кстати, он с большой радостью расписался на гитаре. Он так говорит, а точно? Точно я там не попорчу, когда буду расписываться? Я говорю, нет, я просто буду рад, смогу гордиться тем. Лаком закрыли? Нет, не закрыл, потому что если закроешь лаком, тогда это уже теряет свою, как бы, аутентичность. Это тогда. Так, на звонок еще, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел у вас спросить. Спасибо, что вы пришли в студию. Вы знаете, я из Латгалии, из Лозенского района. И я там прожил всю жизнь за 18 лет. Сейчас уже живу в Риге. Вопрос такой. Скажите, а вы как-нибудь рекламируетесь вообще? И тут дело не в том, что вы получите много заказов или еще что-то такое. А дело тут гораздо шире. Вы понимаете, что сейчас очень много негатива о том, что люди уезжают, работы нету, все плохо. А вы не рекламируетесь. А тем самым вы не показываете о том, что в Латгалии вообще что-то можно делать. В Латгалии вообще что-то существует. Можно что-то делать, производить. И можно даже что-то продавать. Вы знаете, мы 10 лет с женой прожили в Англии. И вот год назад вернулись в Ригу. Очень приятно слышать. И дело было в том, что вот мы прожили, мы возвращались и нам все время говорили, что здесь все плохо, здесь работы нету, куда вы поедете. И родители нам все время говорили. А потом в какой-то год наши друзья здесь, вернувшиеся из Англии в Латвию, начали выстреливать. То есть один открыл бизнес транспортный, другой мастерскую мебели, другой делает овиф и что-то такое. И вы можете то же самое выстреливать в Латвии, в Латгалии и показывать, что в Латвии что-то есть. И может быть вы повлияете на других людей, вот как на меня, тех, кто может вернуться в Латвию. То есть тут гораздо шире, чем просто музыка и гитары. То есть я надеюсь, вы меня понимаете. Да, это и культура, и образ жизни. Да, спасибо. Ну вот прокомментируйте, вот например, семьи, что они получат, когда приедут? Ну что изначально нужно, если взять, переехать в Резекне? Нужно сначала свою визию иметь, что ты хочешь от того. Или чем заняться, или вообще какое твое мото в жизни, ну что ты вообще хочешь достичь. Представление свое, да. Да, или ты хочешь просто в деревне красиво прожить, чтобы не слышать какого-то там лишнего шума городского, этой суматохи. Или ты хочешь что-то такое именно уникальное начать делать, или ты хочешь просто работать. Но недвижимость, там какой-то кусочек земли, какой-то полдома или дом, это возможно сейчас купить? Я думаю, что это везде возможно, единственное, что там может целое поле купить за ту цену, здесь в Риге, скажем, там это квадратный дециметр. Да, да, да. Вот. Так что вполне реально люди могут... А люди помогают друг другу? Да. Конечно, конечно. Знакомиться где-то, да, какие-то контакты сразу, да? Конечно. Самоуправление. И самоуправление тоже, потому что... Заинтересованы же они, да? И они заинтересованы, и мы заинтересованы, в принципе. Ну, они заинтересованы в том, что что-то происходит. Это также поднимает их рейтинг, что в самоуправлении, ну... Ну, ваши гитары, ваши гитары, вероятно, дорогие, наверное, их кто-то и в кредит покупает из музыкантов. Вот как эти исходные материалы, они все дорогие, они все специальные, сертифицированные. Вот как вы это все начали? Вы как бы... Тут же должен был уже какой-то капитал, да, какой-то капитал. Как вы, как-то постепенно, еще другая у вас была специальность работы? Ну, я столер и по специальности, так сказать, скажем, я выучился на электрончике, а по специальности, в принципе, практически всю жизнь занимался столярным делом. И столярным делом я еще и сейчас так немножко занимаюсь, так уже минимально практически. То есть вы берете заказы и на другие какие-то вещи, да? Да. Не только гитары какие-то? Ну, практически я так настраиваюсь на то, что все-таки перейти полностью на гитары. Да, а... А что, какие заказы еще? Что вы там, столы, стулья, что вы делаете? Ну, мебель, мебель, да, мебель. А эту вышку не вы сделали? Нет. Самую большую в Латвии. А супруга занимается, жена занимается, вероятно, домом, семьей, да, большая семья. Она у меня по профессии юрист, она преподает в Розыгненской университете, ну, Розыгненская школа. И все успевает. Да. А как у вас? У вас же четверо детей. Да. Фантастика. Ну, расскажите, как вы успеваете? При работающей жене? Жена работает? Да. А как зовут жену? Ае. Ае. И у вас еще огород есть. Привет, Ае. Ае, привет, да. Есть, но огород – это такое хобби. Это больше так, чтобы даже не стараемся, ну, полностью обеспечивая себя тем, что мы вырастим, это как-то больше так. Расскажите, как вы успеваете с детьми? Мне очень интересно, правда. Я даже не знаю, как, ну, вот когда жена работает, вот она, тогда я сижу с младшим сыном, дочки старшие, старшие, вот-вот будет уже 17. Она тоже помогает, присматривает, да, как-то? Ну, да, конечно, 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 семья и семья. То есть все вы обходитесь без няни, условно говоря, или помогает кто-то по хозяйству? Без, без, да. Вот так вот, уважаемые радиослушатели. Фантастика. Некоторые жалуются, что с одним ребенком не могут справиться. Аладгальский язык жив? Жив, жив, конечно. У вас жив? И у нас в семье он жив, и в округе он жив. Вы поете на Аладгальском? Да. О, круто. То есть вот ваша группа, вы поете, а дома вы тоже разговариваете на Аладгальском? Дома и на Аладгальском, и на латышском, и на русском тоже, потому что русский настолько популярный язык в Аладгалии. Вот ребенок младший, дочка младшая, она с детского сада приходит, никто ей ничего не учил. Она просто вот так вот на русском начинает разговаривать. Мы ей там ничего не учили, но мы ее просто коммуницируем все, как бы ее поддерживаем так же вот. Так что они, наверное, мультики... То есть дети у вас говорят на трех языках, получается? Да. На четырех, наверное, еще английский. Ну, английский тоже, в принципе, да. Да, а как интересно, как они... Конкурентоспособные латгальские дети, вот так вот, да? А как ваши дочери свое будущее видят? По-разному. Честно говоря, я даже не знаю, кем они будут, когда вырастут, но в любом случае какая-то визия у них уже есть. Старшая дочка сейчас уже самозанятое лицо, она как бы уже тоже безмазовая предприниматель. Как зовут? Санята. Санята, да. Санята, это которая вот в семнадцать не будет, да? Да, да. Она предприниматель уже. Да, она вручную плетет эти браслеты, как бы узелками завязывается, я даже не знаю, как это называется, вот это плетение. И по магазинам развозят и продается... Фантастик. Прокормит семью браслетами. Я просто понесла пауза, уважительная такая. Ну, это такие, как сувениры, да, или... Сувениры, да, но это может быть, скажем, не то, что чем она будет всю жизнь заниматься, когда уже пойдет своим путем, но в любом случае это нужно в детей вкладывать, что они должны уметь просто себя прокормить. А она зарабатывает какие-то деньги, и эти деньги идут в семью, или это ее деньги? Нет, это ее деньги. Это ее лично. Это она себе. Гитару купить хочет. Ясно. А то еще... А, скрипачка. Ну, давайте тогда, раз мы про Саня-то поговорили, надо же про всех рассказать, а то так будет нечестно. Вот, что вторая? Вторая дочка Энья. 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 Она тоже музыкальная, она на флейте играет, она больше рисует. У нее как-то вот больше поддается, но она тоже не может... Мы иногда спрашиваем, не, не, нарисуй что-нибудь там вот, ну, чтобы подарить. Говорит, нет, я так не могу. А иногда просто сама по себе встает ночью, что-то нарисует и потом уже так показывает. Посмотри. То есть пришло вдохновение ночью, да? Сколько Энни лет? Энни ей 14. 14. Да. Младшенькая? Младшенькая Агате. Да. Ей 4. Ой, Энни ей 15 стало. Да. Только-только. Только что потом уже путается. Я тоже путаю. Да, да, да. Агате 4 года. Она тоже, наверное, будет с... Ну, каждое поколение как-то детей, мне кажется, все более-более активное какое-то. Мы уж сами там смотрим и удивляемся, думаем, а что будет, когда ей будет там 18? А чем она сейчас интересуется? Ну, всем подряд. Она, ну... Мы даже ее стараемся от технологий оградить. Потому что она, ну, спокойно, вот ей было 3 года, она там компьютер сама включит, сама найдет, что ей надо, и там, кажется, мультики сама себе включит, ну... А так, просто когда нет того самого компьютера, она идет, ну, что-то на улице делает, ну, сама себе готовит, с куклами поиграется, ну, бывает, что вот захочет чувство ритма у нее очень хорошее. Может быть, потому что, когда жена была в положении с ней, мы как раз начинали играть в группе. Ну, и жена была первым барабанщиком нашей группы. Обалдеть! У нас просто как-то сидели с будущим бас-гитаристом на одном юбилее, думаю, а давай вот, что мы тут только за столом играем, давай поиграем так. Ну, вот, и... Ну, ладно, ты кем будешь? Он говорит, ну, я буду бас-гитаристом. Я говорю, я гитаристом, спеть могу. А барабачий где? Ну, и жена рядом сидит, будешь барабачий? Он говорит, я вообще барабана не видел. Ну, и так как-то быстренько-быстренько там, ну, за полгода она уже что-то могла уже сыграть. И так вот, первое время она играла на барабанах. Сейчас у нас, сейчас она играет на синтезаторе и на шейкерах, когда вот надо там добавлять, а барабанщик уже другой. Виталий у нас. Вот, фантастика. Звонок, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Очень интересный человек. Я вот много лет провел в Атгалии треугольник Далгопилс-Резек на Дагда. Эти места ваши... Красота. Ну, в объезду, да. И вот очень тянет последние годы как-то все не вырваться. Недавно вот проводили последний путь хорошего человека из Далгопилса. Ну, это так просто, я немножко о себе, да? А вот что хотел у вас спросить? У вас даже вот в речи, в интонации, вот я сразу, когда еще не начал смотреть, что-то почувствовал в Латгальской. Вот, наверное, потому что вы говорите на латгальском языке. А вопрос у меня, ну, вот, может быть, немножко пару слов об этом. Чувствуете ли вы это, что вот как-то это вот на язык, на интонация какая-то, что-то вот другое. А вопрос у меня вот такой будет. Вот люди, у нас Латвия маленькая, но вот все-таки люди, по-моему, я вот всю жизнь жил в Риге, а потом начал ездить в Латгалию. А сейчас перестал. И как-то все время ловил себя на мысли, что там люди все-таки немножко другие. И даже так, не немножко другие. Вот разница в менталитете. Вот Рижан, скажем, и Латгальцев. Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Есть такое? Наверняка есть, скажем, там, не говоря ни плохого, ни хорошего, ни об одних, ни о других. Просто это, я думаю, что это разница в том, ну, как ты каждый день проводишь. Поэтому тот менталитет и образуется. Ну, скорее всего, потому что, ну, как-то в деревне, даже, может быть, не Латгали, а больше, как бы, вот, сельская местность, вот, Латгальская. Там как-то это более, ну, сырские гаки. Да, сердечные. Да, ну, в принципе, может быть, в другой стороне Латвии, может быть, на тебя там посмотрят, а в дом пустить или нет. А если ты придешь, скажем, там, замерз, и тебя в любое время суток, ну, пустят, и чая дадут. И, ну, как-то проще ко всему этому относятся. Более открытые, да. Более открытые, да, ну, как-то не стараются себя оградить от общества. Но вот этот вопрос, я не хочу долго его, как-то, может быть, даже объяснять или даже отвечать вас не прошу долго. А политизированность есть в Латгалии? Наверняка есть, но, скажем, я так стараюсь не вникать в такие ненужные, скажем, политические ситуации, которые создаются просто, ну, Макс Лейге. Искусственно, да. Потому что, ну, стараются как-то вот более перетянуть, ну, как-то вот в одну сторону или в другую сторону, и вот та сторона совсем плохая, вот эта сторона совсем хорошая. Ну, просто как-то пытаются людей заблуждать, чтобы контролировать. Вот если вернуться к гитарам, к вашим, то, ну, вот когда, например, шьешь себе платье или костюм, то надо несколько раз там примерить, да, съездить, например, с гитарой тоже? То же самое, да. А зачем? Потому что, почему человек… Что там может увидеть человек… Ну, стратокастер одинаковый, да? Не, допустим, не профессионал, полуфабрикат. То, что человек видит, это, ну, как бы, маленькая часть айзберга, то, что ему нужно, потому что главное, что он чувствует потом. Ну, это… он играет, он играет руками. Как у него рука лежит на грифе, насколько этот гриф тонкий, какой радиус задний и передний вот этого грифа, как далеко, чтобы ему ничего не мешало, чтобы ему было всё… Потому что если ему что-то устраивает в стандартном, он пойдёт в магазин и купит. То есть он точно так же примеряет эту гитару, да? И несколько раз, несколько раз, да. Вообще вот начало самого проекта начинается с того, что человек приезжает и говорит свою идею. Тогда мы это как-то рисуем на бумаге, потом на картонке, на картонке вот ножиком вырезается, и говорю, вот это будет так. Потому что, ну, как-то в маленьком… На маленьком рисунке это по-другому выглядит. Когда вот смотрим на картонку, там подрезаем, тогда уже это делается на тонком куске фанеры, чтобы это было такое твёрденькое, и чтобы он мог просто взять, на колено положить, вот так подвесить. Тогда он и визуально видит, и прочувствует. Так, тебе удобно ему это или нет? Насколько далеко звукоснимателей друг от друга, там не будет ли у него медиатор цепляться за это. И когда вот это уже, он говорит, да, вот это вот конечный вариант, тогда начинаю уже делать уже конкретный вариант. И вот так человек ездит, да, за 300 километров в несколько раз. Да-да-да, потому что вот подогнать какой-то радиус грифа, если у него хочется вот что-то вот такое по-другому, чтобы у него вот где-то вот здесь вот рука лежала так. Тогда, ну, бывает. Ну, в принципе, ну, два-три раза обычно. Но для легшей чаще нужно делать гитары? Нет. Нет, не обязательно. Да, но при таком количестве инструментов в магазинах, мы же с тобой ходили за гитарами. Зачем? Вот просто ответили на вопрос, зачем вот у мастера заказывать, если действительно можно купить неплохой инструмент в магазине? Ваши инструменты же дороже. Ну, в принципе, да. Но есть, конечно, и стандартные варианты, которые дороже, ну, и за бренда. Потому что, скажем, если заказывают у мастера, особенно если мастер делает один мастер, а не, скажем так, просто мастеровая гитара, и каждый делает свою операцию, ну, типа так, тогда мастер отвечает за каждый шаг своей гитары. Он уже в голове видит, как бы у него, ну, трехдименсионный скелет, ну, что внутри этой гитары, и он знает, за каждую эту мелочь он отвечает, скажем. И тогда вот клиент уже спокоен. Что ему сделали? Вот стративари. Латгарский стративари. А вы гарантию тоже даете? Ну, конечно, конечно. А сколько у вас гарантия? Ну, я там не говорю, что там это год и через год, скажем, или через пять лет, что ко мне не приезжай. Ну, просто я даю человеку и говорю, вот тебе гарантия, что у тебя хорошие инструменты. А потом люди могут приехать к вам, да, и что-то там подправить, ремонтировать, да? Да, особенно, особенно это вот первый месяц, когда вот только-только дерево свое напряжение получает, когда вот все струны. Да, обычно так, что вот после первого месяца я там еще переспрашиваю, там, нужно ли подрегулировать, если надо, так гитару опять буквально там на день забираю, подрегулирую там, если что надо, и тогда уже надолго. Ну, есть у Лангалии будущее, видите? Вот доказательства. И будущее, и молодость, и поколение. А с двумя грифами тоже делали гитару? Да. В стреме? У меня все хочу добраться до самой навороченной. Вот что-то такое. С двумя грифами была гитара, снизу гитара, сверху электромандолина. А, дополнительно. Это группа Orange Jazz Brew, две у нас такая есть. Там Каспар Чакста. Он тоже искал себе такой инструмент, потому что он в группе, у них в группе 9 человек. И ему еще приходилось играть на двух инструментах одновременно. Это алфа просто, да. А банджо? Банджо нет, но вот сейчас вот укулелы делают. Да, да, да. Электро. Я вот хотел про укулеле спросить. Он сейчас популярно, по-моему, становится, мне кажется. Вот я в последнее время часто слышу про укулеле. Ну, уже лет 5 только она популярна. Очень подручный инструмент. Почти там за пазуху засунул и пошел. Да, там три стороны одинаковые, а одна другая, да? Нет, это у банджо другая. А, банджо. Да, да, да. Все, мы заканчиваем, к сожалению. А я хочу продолжить про Латгали. Вот все, у нас закончилось время и стекло, время нашей программы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мастер из Латгалии, который делает гитары и владелиц, и организатор музея гитар. И сам музей, и стародевали. Да, пожалуйста, приезжайте и звоните вот в этот музей. Телефон такой 29-252-998. Вот там вам и мастерскую покажут, вот вход в музей, через мастерскую. Да, если вы не успели номер записать или услышать так, то можете на портале Микс Ньюс, у нас есть Микс ТВ, и там программа «Личное утро». Она будет выложена. Да, на Ютубе пересмотреть. Ну что, до свидания, уважаемые заослушатели. Спасибо, я всем хочу. Ну что, до свидания. До свидания.